Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Запад ведет чужими руками агрессию против России. При этом преследует две цели. Наносить ущерб, остаться в стороне и в случае получения удара от России, выставить Россию агрессором. Какой Украина? Вы о чем? Нашей. Нет у вас никакой Украины. А что-то у нас с вами нету никакой Украины? У вас нет. Есть. Вы на наших землях торчите. Вам же сказал, Верующий. Причем тут? Ленберг. Ленберг? Горать будем. Больно и страшно. Я просто к тому, что России тоже нужно своего кандидата готовить. Не нужно Украины. Как это не нужно? Никак не нужно. А кто это такое решил? Мы. Хочет поправить свое материальное положение, остановить какое-то исполнительное производство, судебных приставов. Все это реально сделать. Идут выплаты, единовременные. При заключении контракта это 195 тысяч от Министерства обороны, 200 тысяч от фонда духовное наследие, это отрядческий благотворительный фонд. И плюс зарплата от 200 тысяч в зоне СБУ. Повторюсь, положение серьезное, поэтому ходим мы по всем предприятиям. Но это уже мера вынужденная. Мы понимаем, что тыл тоже должен быть крепкий. Они имеют 250 тысяч добровольческий корпус. Россия имеет 250 тысяч. Которые еще не находятся. Добровольческие, которые сейчас подготовлены и в резерве. Вы понимаете, что такое 250 тысяч? День Добрый. Это подальон Колыма. Первая славянская, куда нас закинули. Это остатки, остальные в гостофе. И мертвые. Двухсотые. Мы обращаемся к Верховному Главнокомандующему Путину Владимиру Владимировичу. Губернатору Магаданской области. Губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяка. Мы остатки добровольческого именного батальона Колыма. Изначально батальон Колыма формировался в городе Магадан. Под гарантией правительства Магаданской области. И лично губернатором. Нам было гарантировано принимать участие в СВО. Единым батальоном. Под командованием нашего командира Гасанова Евгения Валерьевича. Который имеет огромный боевой опыт. Бережет личный состав. И выполняет самые сложные задания командования. Нам было гарантировано 3-4 месяца подготовки и боевое слаживание на полигоне. Было гарантировано обеспечение батальона новейшей техникой от Магаданской области. Лично губернаторам было гарантировано обеспечение снаряжением, средствами связи, бронежилетами, коптерами, тепловизорами и автотранспортом. Именно на этих условиях мы подписывали контракт. По прибытии в полном дислокации, поселок Тотское 2-е, мы поступили в распоряжение полковника Ема, который начал раскидывать бойцов батальона Колыма, затыкая дыры в своих подразделениях. То есть уже был начат процесс расформирования батальона. На протяжении месяца никаких тренировок и занятий с личным составом не проводилось, кроме построения на плацу по 2-3 часа. По прибытию в часть нашего командира майора Гасанова Евгения Валерьевича, который начал готовить личный состав СОО, через три дня лично полковник Ем вручил ему личное дело и выгнал из части, объяснив, что ему боевая подготовка не нужна. Лично состав батальона Колыма постоянно продолжал пребывать. И 20 июля 450 человек убыли на фронт. Некоторые из нас пробыли в части 2-3 дня, а кто-то и даже и ночь только одно. Многие вообще не принимали присягу и не служили в вооруженных силах Российской Федерации. Сейчас мы, часть батальона Колыма, находимся в 1-й славянской бригаде ДНР. Две недели мы провели на полигоне и были брошены в бой без офицерского состава, инструкторов, командиров и проводников без знания местности и топографии. Много погибших, раненых и без вести пропавших. Посмотрите, как мы одеты. Ничем из гуманитарной помощи отправленной нам, нами получено не было. Всю гуманитарную помощь получил ЕМ. Ну, куда деваться? Время такое. Обращаемся к вам за помощью. Особенно к губернатору Приморского края Олегу Николаевичу. Так как в батальоне очень много жителей города Владивосток и Приморского края, направленных военкоматами в батальон Колыма. Мы все добровольцы. Мы все пришли защищать Родину. И не отказываемся от этого. Мы просим восстановить батальон Колыма, который разбросан по всему фронту, и объединить под руководством нашего командира, майора Гасанова Евгения Валерьевича, который уже нашел воинскую часть, готовую нас принять в полном составе, как боевую единицу. А также просим таких людей, как коммерсант-полковник ЕМ, не имеющий боевого опыта, и депутат Государственной Думы. Стоп. Начинай. А также люди, как коммерсант-полковник ЕМ, не имеющий боевого опыта, и депутат Государственной Думы, Антон Басанский, раздоровавший гуманитарную помощь в Магаданской области, порочит вооруженные силы Российской Федерации. И все добровольческое движение России. Мы готовы защищать нашу Родину. И гордимся тем, что мы находимся, вернее, хотим быть в составе батальона Колыма. Мы все хотим выполнять свою боевую задачу и хотим вернуться домой живыми и здоровыми, своим семьям, женам, матерям, детям. Ну то есть надо смешать с землей прямо сейчас Харьковскую область. Откуда сегодня пришли эти хлопцы? Совершенно верно. Сейчас надо решить, что надо действовать на этом управлении. И на террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Ответ понятно какой. Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим этот. Он подлежит истреблению. Он должен быть уничтожен. Иначе оттуда будет постоянно исходить угроза. Это исторический факт. Мы говорим, Херсон свободен, освобожден от фашизма. Я уверен, что в ближайшее время мы отодвинем фронт Николаев, освободим Одессу. И честно говоря, я абсолютно согласен с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, который четко сказал, что до Приднестровья мы все это освободим. И это факт, который остается у нас в нашем сознании. В понимании того, что мы не боимся нацизма. Мы не пустим Херсон нацистов. И все будет у нас хорошо. Счастливо, дорогие мои друзья. И поздравляем. Дальше будем разбираться, кто допустил такие вот ошибки. Кто на самом деле в чем виноват. Всему свое время. И все, как говорится, будет... Опа. Опа. Резиновая попа. Ребята, идет война. НАТО с нами воюет. Немецкие танки с крестами ездят по Украине нашей. И истребители F-16 им дадут. И обучат. И артиллерийские системы будут. А мы живем, дорогие мои, в парадигме специальной военной операции. Что случилось? Почему все это происходит? Не надо мобилизации. Но у нас есть масса ресурсов, чтобы насытить фронт людьми. Нет. Принятые решения будут выполнены. Поставленные цели достигнуты. Безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Все-таки специальная военная операция – это не какое-то очередное предупреждение. Это все-таки специальная военная операция. Но в ходе нее, конечно, мы видим эти попытки проведения и проведения каких-то террористических актов, попытка нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени. Наше-то дело правое. Мы знаем, за что мы встали. Они зашли в абсолютный, тотальный, безвыходный тупик. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться. Очень много тумана сейчас в отношении этой ситуации, в отношении вот этих переговоров. Появляются различные предположения, что, может быть, это решение будет озвучено не сегодня, может быть, это будет решение озвучено во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, а может быть, США разрешат наносить удары только британскими ракетами, но не американскими. Но все это пока, по большому счету, слова. Окончательные формулировки, когда они будут произнесены, вот они будут означать некое статус-кво. Пока все это на уровне неких предположений, и относиться к ним нужно соответствующе.